В прошлый раз мы, соответственно, закончили на просочетании, а именно мы обсудили, собственно, откуда берется алгоритм Куна, а также нашли максимальное независимое множество и минимальное покрытие. Вот. Значит, что у нас, соответственно, из этого еще можно сделать? Ну, конечно, дальше идет теорема Дилварда, но для этого, конечно, нужно, конечно, обсудить еще одну веселую задачу. Что нам потребуется в теореме Дилварда? А потребуется вот что. Давайте себе представим, что у нас есть с вами ациклический грав. Вот. Пока, соответственно, просто ациклический. То есть, никакие ноты. То есть, ну, естественно, они там могут слопываться, там, как угодно, там, все, что угодно и так далее. Вот. Вот. Значит, хочется разбить вершины на минимальное количество путей. Ну, вот, например, вот, а то вот я сейчас вот какое-нибудь первое попавшееся разбиение возьму. Вот такое вот. И, в общем, именно разбиение, что важно. Каждая вершина должна попасть ровно в один. Вот, например, здесь я могу разбить. Еще вершину забыть. Где? Между верхним и... Ну, хорошо. Да, пойдет. Вот так. Вот, например, я могу этот граф разбить на четыре пути. А хочется оно как можно меньше. Как можно меньше, это три. Ну, да. Ну, как минимум, в данном случае, да, заметим, что если мы эту вершинку перекинем сюда, эту вершину подсыпем сюда, можно три. Ну, не просто. Да. Ну, два, наверное, меньше, да. Два, наверное, не получится. Почему? Да, просто потому, что у нас тут три стока. Ну, это первое замечание. Ну, вот. Да. Но на уровне обычных лайфа, то есть обычно просто так не получится, конечно, потому что из того, что там, скажем, если у вас там, допустим, касса кай-стоков и эль-стоков, то, наверное, ну, вот это вовсе не означает, что максимум из них это и есть максимальное количество цепей. Ну, там, понятно, там могут быть всякие вот эти вот интеллектуальные, там, как называются, случаи. Вот, собственно, там, вот, такого вот вида. Ну, вот, вот, внимание, вопрос. Как же искать это минимальное количество пути? Точнее, как всегда, в нашем случае, называется, свести задачу какой-нибудь известной. Уже. Ну, что такое развеяние на пути? Что же? Это вот когда в каждую вершину входит не больше одного и выходит не больше одного. Да. Ещё, в принципе, под это определение подходят циклы, но у нас циклов по определению нет, так что вообще отлично. Нам нужно сделать что-то, чтобы в каждую вершину можно было разрешить пустить не более одного ребра и с каждой вершины разрешить выпустить не более одного ребра. Что-то такое у нас уже было. Да, что же это было, как-то забавно. Ну, в смысле, мы можем сделать двудольный граф. Ну, да, сэкшеннэйдер, сэкшеннэйдер. А ещё можно просто, ну, сказать, что если у нас есть какое-то независимое множество, то понятно, что каждая вершинка лежит, ну, в разном. А, нет. Ну, нет, это вообще нет. Ну, здесь надо оговориться. Нет, здесь безусловно верно, что если у вас найдётся независимое множество, причём независимое в том плане, что между какими двумя вершинами не существует пути, на этот раз именно пути, обратите внимание, даже не ребра, вот, то действительно меньше, чем столько вершин не получится. Это... Нет, ну, понятно, что это ещё как-то не... Там вряд ли это точная оценка, но тем не менее. Вот, но замечание такое сделать можно. Да, ну, здесь же действительно оказывается, что эта задача свойствовая сочетание. Да, оказывается, причём в двудольный граф. Да, где тут двудольный граф? Ну, идея очень проста. Вот давайте я перенумерую эти вершины A, B, C, D, E, F, G, H, I, G и превращу его в двудольный граф. Десять, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот. То есть каждую вершину я раздваиваю. В принципе, мы уже когда-то делали раздваивание вершин для того, чтобы у нас было ограничение на то, сколько воды проходит через конкретную вершину. Вот. Вот такая вот и так далее. Вот. Ну, я не буду здесь, может, рисовать полный граф, но суть будет понятна и так. Ну вот. Но идея будет следующая. То есть если у меня есть ребро, например, A, B, то я приведу в этом графе ребро из A штрих в B два штриха, но не наоборот. Обратите внимание. Ну вот. Ну, соответственно, дальше я так приведу B, C. Что я еще приведу? Ну, еще я так приведу, видимо, AD, вот, DB. Вот. Что там дальше? DH, ну и так далее и тому подобное. Значит, чем это нам поможет? А поможет нам это вот чем. То есть мы можем заметить, что набор ребер, вот, внимание, набор ребер, которые составляют эти пути, он соответствует полисочетанию вот в этом графе. Ну, потому что такое набор путей, да? Это набор путей, это означает, что в каждую вершину входит не более одного ребра и выходит не более одного ребра в точности просочетания здесь. Что приятно и наоборот. Любое просочетание здесь, это набор путей здесь. Но теперь, оказывается, можно заметить еще более мощную вещь. Заметим, что чем меньше, что так как нас интересуют пути, покрывающие все вершины, то можно заметить, что чем больше ребер участвует в этих путях, тем меньше количество путей. Да, казалось бы, с какой стати. А идея очень проста. У нас вершины в этих путях делятся на два множества. Те, в кого ребро входит, и начало пути. Т.е, получается, что количество ребер в этих путях это количество вершин минус... Ну, было бы... Ну, вот... Минус количество путей. Ну, да. Количество вершин минус количество путей равно количеству ребер. Или, точнее, количество путей плюс количество ребер в них равно количеству вершин. То есть, в константе. То есть, следовательно, чем больше количество ребер в путях, тем меньше количество путей. И получается, что минимальное количество путей просто соответствует максимальному просочетанию здесь. То есть, ввели даже не к потоку, а к просочетанию. Вот, понятно? Ну, тут все. Так что, вот такая вот простая, но, тем не менее, интересная идея. Важная. Вот. Но, оказывается, значит, из нее можно доказать уже просто продвинутый математический факт. Вот. Как говорите, прям глубоко математический, по крайней мере, так кажется, когда начинаешь писать его определение. Потому что тут же начинают появляться такие словосочетания страшные, как частично упорядоченные множества. Законное словосочетание? Конечные и частичные множества, это, конечно, да. Да. Это слабо слишком. Да. Ну, слабо для кого? Ну, не знаю. Для доказавшего великую термоферма, наверное, слабо, конечно. Ну, с другой стороны, иногда так пафосно звучит. Знаете, хочется как-то козыгнуть, выходит типа от вот так, от ноты. Я изучаю математику, и чё? А ты знаешь, что такое частично упорядоченное множество? Не очень пафосно. Нет? Не знаю. Ну, как бы. Так вот. Так, ну ладно, не надо допинать, что такое частично упорядоченное множество, да? Ну, хорошо. Тогда давайте просто скажем, что вот оно есть, оно конечное, у него есть оператор меньше, так сказать. Он там транзитивен, и всё такое. Вот. Так вот. Ну, значит, здесь тогда можно ввести тогда ещё пару определений. Ну, во-первых, действительно, цель. Это что такое? Ну, по сути, это последовательность А1, А2, и так далее, АК. То есть, все эти элементы лежат в А, и причём верно, что А1 меньше А2 меньше А3 меньше пум-пум-пум меньше АК. Ну, вот в этих вот целях. И есть неожиданно другое определение. Антицель. На этот раз это множество. Здесь наоборот. Никакие элементы не сравнимы. То есть, неверно, что какой-то из этих элементов, там хоть какой-нибудь из этих элементов меньше хоть какого-то. Вот такая вот идея. Ну, и, конечно же, как всегда, частично упорядоченное множко хочется покрыть минимальным числом цепей, а также хочется найти максимальную антицель. Да. Ну, чем отличается частично упорядоченное множество от обычного ациклического ориентированного графа? Отличается оно маленькой приятной вещью. Зачем? Зачем? Ну, вот. Ну, а с точки зрения цепи, это что означает? Означает это маленькую приятную вещь. Если у вас есть цель, и вы решили выкинуть из неё вершинку, то цель от этого не перестаёт быть целью. Да. Потому что трензитив. Так, пусть, а дальше ещё уже будет. А ещё есть теремия Диллворца. Вот. Который мы и переходим. Значит, что же это такое? Но мистическая теремия Диллворца. 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 Я её вот человеком Диллворцом называю. У нас в листочках Паука-Тече она была Диллворца. А, у нас была в листочках Паука-Течея? Да. Я даже на семинаре доказывал так, что с Кёнига. Да. Ух ты. Я пытался принять доказательства, ничего не вышло. Там, потом нашёл, там по индукции можно доказать. По индукции? Да, там есть такая с Кёнига самая наглядная. Ну вот. Ну давайте, давайте всё-таки пройдёмся. Ладно, давайте это мы всё-таки обсудим. Это было на прошлом занятии. А, вот так. Ох ты. Прошла. А, прям, а. Ладно, значит, ну теорема маленькая неожиданность. Так, ладно, заключается ну вот, ладно, давайте напишем так, минимальное число цепей в покрытии. Ладно. Ну вот. Равно ну вот, размеру, ну лучше, вот, вообще говоря, длине, конечно, хочется для антицепи, но как-то. Вот, размера максимальный размеру. Да. Антицепи. Да. Вот такое юристическое обзор. Ну, то есть, опять у нас действительно какое-то число, что вот у нас одно число, вот у нас второе число, вот, хочется доказать, что они равны. Ну, давайте x, y, все-таки. Более традиционно, что ли. вот. Так, ну, действительно, начнем с того, что, то есть, действительно, чтобы доказать равенство, надо доказать, что одно из них больше ли в равну, другое меньше ли в равну. Кажется, в одну сторону очевидно. Какое? Язык с другим. Кто? Мы тут не импликации доказываем. Ну, сопоставим. Ну, цепи хотя бы рожили рожили. Хотя бы антицепи, потому что это действительно очень важно. Потому что, заметим, чем приятна эти цепи, тем, что никакие две вершины в одной цепи лежать не мог. Да. Следовательно, на каждую потребуется как минимум одна цепь. Но, может быть, потребуется еще больше? Нет. Вот. Но, какое здесь одно? Оказывается, нет. И более того, собственно, эту антицепь оказывается... Ну, то есть, смотрите, минимальное число цепей мы уже находить с вами научились. То есть, надо просто построить соответствующий двудольный граф и найти в нем парасочетание. Вот. Теперь давайте... Оказывается, что с помощью этого же парасочетания на самом деле можно найти и максимальную антицепь. Ну, как же мы это делаем? Значит, ну, используя тот же самый вот лайфхак, который мы обсудили только в шоу. Пойску, приятный чек. Вот. Да вот. Тогда что у нас получается? Значит, мы с вами знаем, что у нас число x это что такое? Число x это равно количеству вершин минус, так сказать, пи от g штрих. Так, ну что, удается расшифровать, что я за заклинание я тут написал? мы знаем, пи-пункт, g штрих обстроили. Ну, помните, да, в прошлый раз мы объявляли, что пи это максимальный размер просочетания. Ну, а g штрих, почему я пишу, g штрих, это вот тот самый двудольный граф, который мы тут построили. Ну, помните, ну, короче, повторяться, это пять минут назад было, да. Вот. Да. Вот, действительно. То есть, в переводе говоря, да, вот нам очень хочется найти, то есть, это какое-то вот максимальное просочетание. Но заметим следующее. Теперь заметим следующее. Вот хочется рассмотреть максимальное независимое множество в этом двудольном графе. Какой у него размер? Ну, его размер, очевидно, ну, не очевидно, как мы в прошлый раз выяснили, равен количеству вершин в графе g штрих, видите, вот с индексом g штрих, вы хотите, внимание, пишем, соответственно, минус размер максимального просочетания. Было дело, да? Вот. С другой стороны, ну, это я просто написал общий факт. Просто. А конкретно в данном случае, да, безусловно, это вот действительно два модуль v минус p от g штрих. Ну, вот так что, вот такая вот красота. Вот. теперь вот что интересно. На самом деле, я вот запишу это вот в каком. Я это запишу в виде модуль v плюс x. То есть, смотрите, то есть у нас в каждой доле есть v вершин, а независимое множество, если вот мы рассмотрим это независимое множество, а оно у нас размера v и плюс еще x. А что это значит? А значит, это следующее. Смотрите, ведь в независимом множестве, да, вот каждая, вот у нас есть вот эти вот вершины у нас на самом деле разбиваются на пары, вот эти вот а штриха, два штриха, и с каждой пары у нас в независимом множестве могут участвовать ноль, одна или две вершины. Еще одна глубокая мысль. Вот. Но я утверждаю, что количество пар, которые вот тут именно независимое множество входит, таких вот пар как минимум x. Может ли в максимальное независимое множество входить одна вершина из пары? Может. Только нет. Почему не для второго? Ну, мало ли, может она там, ну, может она там как раз с кем-нибудь там связана, с тем, кого сюда еще взяли. Мало ли. Да, ну, ну, Вот. Ну, здесь действительно, то есть, вот этот факт, что таких пар взяток как минимум x просто по принципу деревле на самом деле. Ну, потому что заметим, что у нас, если у нас, например, там, скажем, количество единичек у нас, допустим, равно k1, а количество пар k2, да, то всего, всего у нас вершин, вот, всего у нас вершин, соответственно, k1 плюс 2k2. Это он. единичек, это k1 что? Единички, это кто? Ну, количество пар, из которых независимо на что попало ровно одно. Хорошо. Ну, это равно вот модуль v плюс, там, плюс x. Вот. Но при этом заметим, что, так как количество пар у нас, ну, k1 плюс k2 меньше, либо равно модуль v, ну, потому что k1 плюс k2 не происходит в принципе количество пар. Ну, Ну, отсюда автоматически, ну, отсюда этого автоматически означает, что k2 больше, либо равно x. Ну, или еще себе, можно даже вот как-то вообразить, например, что вы, когда будете набирать независимое множество, вы сначала из каждой пары, если нужно, возьмете по одной вершине, а потом из не... по одной вершине, а потом из некоторых... в некоторых пар возьмете и вторую. И тогда, так как на первом шаге вы вот возьмете не более чем в вершине, то, значит, на втором вы будете вынуждены взять как минимум x. Вот. В общем, разной степени тут вот можно либо формально доказывать, либо вот увидеть это все. В общем, все можно, а суть одна. Но что это значит? Вот. Итак, у нас есть x-пар. Вот есть у нас эти x-пар, скорее всего, больше не будет. Но что... Но смотрите, у нас есть x-пар, и они образуют независимое множество. Вот, допустим, вот у нас вот b' b' и какая-то там пара f' f' и эти 4 вершины лежат независимое множество. Что это значит? Это значит, что такого ребра нет и такого ребра нет. Ну, а таких ребер не было, в принципе. Это означает, что в исходном графе вершины b и f были тупо несравниваны. То есть, по сути, это означает, что эти x и соответствующие этим парам x-вершин в исходном графе образуют антицепь. Ну, собственно, теорема доказана. Потому что мы нашли минимальное число цепей x и просто нашли соответствующую антицепь. Вот и вся теорема. Так, все, опять какие-то вопросы есть? Вот у нас есть граф двудольный в каждом v-вершин, в каждой доле. И мы говорили, что если у нас есть независимое множество размера v плюс x, то найдутся x-пар вершин, таких, что в каждой из этих пар обе вершины попали в независимое множество. То есть все, вот эти кашки были для того, чтобы доказать это утверждение. Можно его доказать так, но можно его доказывать по-другому. Могу повторить доказательства про кашки. Ну вот. Ну, я, то есть формально я расписываю так, смотрите. Вот рассмотрим наше независимое множество. Плюс k1, это количество пар вершин, таких пар, что что из этой пары в независимое множество попала ровно одна вершина. Пара вершин называется вершина и соответствующая ей как бы по строению вершина во второй доле. Да, вот эта пара. Доля сетричная? Ребро? Нет, не ребро. Нет, пар, ну просто напоминаю, да, как мы искали минимальное число цепей. Напоминаю, мы раздвоили вершины. Ну вот, так вот, я парой называю а-штрих, а-два штриха. Вот b-штрих, b-штрих. Я вот эту парой. Б-штрих, понятное дело. Да, так вот. Так вот, k1. Из каждой пары, значит, я взял, могу, там, взятым независимо множество, ноль, одна или две вершины. Вот k1, это в скольких парах взята одна вершина, в k2, сколько взято, из каких пар взяты обе. И тогда у меня, с одной стороны, я знаю, что количество вершин всего, вне зависимости от того, что это k1 плюс 2, k2, и это v плюс x. Но, с другой стороны, я замечаю, что k1 плюс k2 не превосходит v. Почему? Ну, просто потому, что это не происходит общего числа пар. Секундочку, k2 это мы отдували, или шин взять? Две. Две. В общем-то, да, ну, для вас. А, логично. Да, потому что две, да. Глубокая мысль. Вот. На самом деле, да, тут еще, да, можно еще ввести k0, ну, просто из скольких пар мы не взяли ничего. Вот. И тогда можно заметить, что k0 плюс k1 плюс k2 будет тупо равно модуль v. Но это в точности количество пар. Поэтому мы и пишем, что k1 плюс k2 не превосходит модуль v. Но если прибавить к этому числу k2, то оно начинает быть неожиданно v плюс x. Но отсюда мы вынуждены заключить, что k2 это, наверное, как минимум x. Так что, чем приятно это доказательство, тем, что оно теперь эту максимальную антицепь может позволить вам просто найти просто конструктивно. Ну, в принципе, это вообще теряемое. То есть, как-то тут так и теряемо. Можно их как-то доказывать по индукции, а на самом деле... Так, ну что, есть ли тут какие-то вопросы? Нет. Хорошо. Так, ну что ж, ладно, тогда пойдем дальше. Ладно, с парасочетаниями разобрались. Ну, теперь пришло время вернуться к решению задач на потоке. Да. В смысле, наконец-то. Мы просто хотели еще в прошлый раз начать решать. Хотели, да. Ну, тут просто да, тут просто да. Ой. Значит, смотрите. Ну, начнем мы, пожалуй, с той же задачи, которая у вас будет. Ха-ха, на ревью. Так вот. Ну, давайте немножко о материне. Да. А, вот у вас это задачи как разно. О больном, так сказать, уговорить. Вот. Но, правда, задача там не то, чтобы прямо о материне. На самом деле, она применима к любому курсу, в котором есть модули, которые надо прочитать. Значит, потому что условие задачи заключается в следующем. Значит, есть профессор. Он хочет прочитать курс лекции. А-а-а. Угу. Угу. А, все знают. Некоторые лекции нельзя читать до других. Не-не-не. Для каждой лекции нужно что-то прочитать еще. Да, сейчас давай. Ну, понятно. Да, да, все. Ну, ладно, ты сталкивался. Не вручу. Или все сталкиваются. Не все. Значит, смотрите. Там что-то аналогично. Значит, смотрите. Нет, ну ты вряд ли сталкивался, если ты с потоками не сталкивался. Ого, значит, вряд ли. Ну, точнее, мог сталкиваться, потому что в домашнем задании задачи уже вывешены. Нет, он точно его открывал. О, да. Нет, открывал туда, но не задачи. Ну, да, открывал туда. Как в таком случае, да. Так вот. Значит, ну я тут что-то нарисовал. Значит, ну и ситуация такая. Значит, есть, по идее, сколько-то тем. Значит, ну, редкий случай. У профессора, оказывается, время на чтение лекции не ограничено. То есть, количество лекций он может почитать сколько ему угодно. Потому что дело в том, что у каждой лекции есть ее полезность. Вот. Но проблема в том, что она бывает как положительная, так и отрицательная. Вот. Ну, казалось бы, давайте прочитаем все полезные лекции, прочитаем и выкинем все бесполезные. Но есть еще один маленький нюанс. Дело в том, что для... Ну, тут надо аккуратно сформулировать. Дело в том, что требуется... То есть, для понимания каких-то лекций требуется, чтобы были какие-то другие лекции. То есть, более формально это звучит так. Существует несколько пар УВ, про которые мы говорим буквально следующее. Лекция В будет непонята, если она будет прочитана, а лекция У при этом прочитана не будет. Причем нам не важно, она будет прочитана до лекции В или после, обратите внимание. Вот. Но... Вот именно важно, то есть, для нас недопустимо, чтобы вершина В была прочитана, а У нет. Вот. Но, то есть, если вершина В... Ну, то есть, условно говоря, здесь, как бы, если это будет лекция по продвинутым интегралам вот в начале семестра, а в конце мы прослушаем лекцию про то, что такое предел последовательности, то все в порядке. Типичный. Нет, на самом деле это достаточно типично, потому что вы еще не сталкивались с таким понятием, как лавы по физике. И не сталкиваемся. Да? Да. А, счастливые люди. Счастливые люди. Просто как сказать это, да, просто ПМИ появилось, когда я учился на втором курсе, поэтому я помню. Мы в 2009 году, называется просто, учили физику так же, как ПФИ. Только лавы по питону. А, нет, у нас не было лавы по питону, хотя мы старались. Нет, ну потому что там многие, многие всякие анализы очень удобно было бы делать на питоне, на самом деле. Ну, сейчас так и делаем. Вот. Что такое непонятно? Что? Что такое непонятно? Понятно? Ну, вот ты послушал лекцию про религию. Так, так, погоди, спокойно. Ну, вот я говорю, формально, ну, непонятно, то есть имеется в виду, что для того, чтобы лекция В была понята, необходимо, чтобы в этом курсе была прочитана лекция. Нам нужно будет выбрать множество лекций, такое, что все лекции поняты. Не так, что если ты там не послушал, у тебя болезненные слова. Да, нет, просто нужно будет выбрать множество, так, чтобы все были поняты. Да. Опять же, неудобно. Да, это вот важно. Причем, соответственно, да, причем такая проблема может быть, что вот у ИВА могут быть и так, то есть иногда, поэтому оказывается, что бесполезные лекции читать надо. То есть даже слово бесполезные, наверное, не совсем правильно. Неприятные. То есть, скорее, да, неприятные, деморализующие, там, вот это все. Знакомые. Ну, там, такие сложные, там, вредные, вот это все. Вот. И вот возникает интеллектуальная задача. Как же нам теперь, значит, выбрать подмножество лекций, так, чтобы суммарно их, чтобы, во-первых, они все были поняты, а, во-вторых, тогда их суммарная полезность была как можно больше. И вот такая веселая задача. Нам, случайно, не нужно все-таки попросить не различность? Нет. Ладно. Вот. На самом деле, оказывается, нет. Да, это вот, действительно, подлость задачи, потому что начинаешь, хочется, там, думать над какими-то цепочками, там, и так далее, но нет. Нет, нет, нет. Хочется, нет, что-то, дейкстер такое. Ой, дейкстер. Не-не-не, погоди, до Минпоста мы дойдем. Вот. Значит, какие же тут идеи? Нет, на самом деле, идея просто решается абсолютно стандартно. То есть, как вы помните, у нас есть два способа решать задачи на поток. Построить сеть, в которой найти максимальный поток и по этому потоку что-то сделать, или построить сеть, найти в нем минимальный разрез и по минимальному разрезу что-то сделать. Вот прямо сейчас мы попробуем воспользоваться вторым способом. Да, вот это просто классики, вот такая просто классика, на самом деле. Вот. Вот, в чем сделаем, это самым тупым образом. Ну, то есть, вот скажем, что вот у нас вершины в сети будут вот те же самые, а также у нас будет и сток, ну и допустим сток. Давайте вот зафиксируем, чем у нас будет разрез. Ну, то что будет символизировать разрез? Каждый конкретный разрез будет у нас символизировать следующее. Будет символизировать, ну давайте он будет символизировать, например, что здесь у нас в этой доле, раз зеленый, будет, значит, эти лекции, чьи ноты. Это будут читаемые лекции. Ну вот, а в доле Т будут, как их назвать-то, нечитаемые, нечитаемые, да, опущенные, пропущенные лукши, да. Хотя, да, особый жанр, опущенные лукши, каждый раз на вот они лукши, да, что такое, вы опускаете лекции там, что ли? Не, ну вот, как я опускаю все. Хорошо. Ну, так вот, это читаемые лекции? Да, скорее пропускаемые, ну ладно. Ладно. Значит, итак, значит, ну теперь хочется, значит, ну хочется действительно построить, таким образом ребра, с одной стороны, чтобы стоимость, чтобы пропустная способность разреза была в точности, равна полезности выбранного множества. Но совсем так, конечно, не получится. Да, потому что идея там, в общем-то, да, могла бы быть очень простой. То есть для этого мы просто в каждую, ну просто вот в идеале хотелось бы, да, то есть каждое ребро, то есть просто проводим действительно вершину В, ребро к стоимости способности 17. Если она, ну вот, ну вот, хотя нет, не совсем так. Если бы мы хотели, чтобы у нас стоимость была в точности хорошей нашей стоимости, то тогда, конечно, это было бы легко сделать, если бы просто рисовали бы ребро в сток, скажем так. Тогда, если вершина взята, то у нас прибавляем 17, если не взята, не прибавляем. Но есть одна маленькая проблема. Мы ищем максимальную полезность, а не минимальную. Понимаете, да? Что же делать? Найти минимальную полезность. Еще, наверное, нужно было бы в отрицательные проводить. Погоди, погоди. Пока что у нас... Ты не буди... Нет, даже если у нас была такая идея, нам бы все равно пришлось в отрицательные проводить. Ну, давай, постепенно будем решать. Сначала начнем с того, что, да, первая идея, потому что тут задача такая, потому как бы она. Задача простая, но как бы такая, сложно накручивая. То есть как бы много вот мелких шажков надо сделать. Вот, один шажок, например, придется сделать, что... Чтобы свести к минимальному разрезу. То есть, получается, мы хотим сказать, что сначала мы берем все лекции. Допустим, берем все лекции. А потом... Ну вот, и потом вычитаем те, которые не взяли. То есть как бы... То есть не набрали лекции и просуммировали, а как бы сначала взяли все, а потом что-то поменьше повыкидывали, но так, чтобы было хорошо. Вот. То есть теперь надо, наоборот, выкинуть минимальное количество лекций. То есть, ну, лекции минимальной полезности, ну, там, так, чтобы было хорошо. Ну, что такое хорошо, мы еще поговорим. Пока же... Действительно, теперь заметим, что мы теперь, наоборот, хотим не выкидывать. Тогда вот, если это, проводим все-таки вот это ребро. И теперь у нас получается, что если мы вершину решили выкинуть, значит, мы потеряли 17. Если решили взять, то не потеряли, и это хорошо. Но есть одна маленькая заколорка. У нас могут быть вершины стоимости минус 5. И тогда нам предлагается нарисовать вот такое же ребро пропустой способности минус 5. Отлично. Да, но маленькая проблема. Ну, оказывается, ну, вот, возникают такие маленькие проблемы. Что у нас, кстати, пропустой способности отрицательных нет. Помните, да? Вот. То есть, действительно, есть вот маленькая проблема. Потому что у нас вся наука построена на том, что пропустой способности не отрицательны. Вот. Но на самом деле, насколько это страшное ограничение? Так вот, оказывается, это не такое страшное ограничение. Потому что, смотрите, на самом деле, что можно сделать. Ну, вот, потому что, ну, на самом деле, так. То есть, если у вас есть отрицательное ребро, торчащее из устока, в общем случае, да? То на самом деле решить его проблему достаточно просто. То есть, дело в том, что если у вас, допустим, вот представим себе, что у вас есть сеть. Ну, вот, там какая-то абсолютно произвольная сеть, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И из устока торчит отрицательное ребро. Так вот. На самом деле, справиться с этой проблемой очень просто. Что такое проблема? Какую проблему нужно там решить? Мы пытаемся свести. Мы хотим все еще искать минимальный разрез. Но в таком графе мы этого сделать не. Мы не можем это сделать с помощью максимального потока. Да-да. То есть, еще раз, в принципе, определение минимального разреза никак не зависит от положительности и отрицательности ребер. А вот потоки очень зависят, поэтому нужно продолжить находить, нужно найти способ находить минимальный разрез, даже если у тебя есть отрицательные ребра. Ну, правда, оговорочка, что мы будем пользоваться тем, что они все-таки не засполнены. Да, к сожалению. То есть, произвольно отрицательные ребра, к сожалению, у моей проблемой все-таки не решается. Ну, и, по крайней мере, мне неизвестно, как. А если просто обратно в сторону, давайте отрицательные ребра. Чего? Ну, у нас есть ребро минус пять, давайте обратно в сторону, мы будем просто. А чем? Все ребра, входящие в сток, ничего не делают. Ну, и забьем. А чем? Да, но имеет смысл. Это ребро, в смысле, оно двигает на ответ как-то. А если ты ему совершишь обратно в сторону, оно перестанет влиять на ответ. Нет, на самом деле не влияет. В минимальном разрезе это ребро не учтется так или иначе. Ну, ни в каком разрезе ребро, ведущее в исток, не учтется. Ну, да, а из истока ребро минус пять, как бы, может учесться. Да. А если ты его движешь обратно, то он пропадет. Напоминаем, да, что в стоимости разреза участвуют в точности ребра, которые ведут именно из доли S в именно долю T. Не наоборот. Вот. Напоминаем, да. Так вот, минус пять. Что же делать? Так вот, оказывается, идея, как свести эту задачу в поиску минимального разреза, когда этого ребра нет. А очень просто. Давайте проведем кратное ребро в выпускной способности пять. Что у нас поменяется? Ну, тогда поменяется, ну, тогда заметим, что минимальный разрез, конечно, может измениться. В том плане, что если у тех разрезов, когда вершина оказалась в доле S, не поменялось ничего, а у тех разрезов, когда эта вершина была в доле T, разрез увеличился на пять. Понимаете, да? Ну, то есть у нас проблема, что у некоторых прибавилось пять, а у некоторых нет. А у некоторых это каких? Ну, у тех, у кого эта вершина в доле S. Поэтому, чтобы это компенсировать, мы просто добавим ребро пропускной способности пять. Сейчас точно... А, что? Секундочку, я не понял. Что это мы в итоге добавили? Мы добавили, да, мы добавили два ребра. Стоимости пять из истока в эту вершину и из этой вершины в T. А мы не хотим эти два выкинуть в первый? Это другой вопрос. Ага, хорошо. Нет, пока я говорю, что от добавления этих что поменялось? Поменялось только одно, что стоимости всех разрезов теперь в этой сети увеличились ровно на пять. Поэтому минимальный разрез остался минимальным. Но теперь заметим, что мы теперь можем эти кратные ребра схлопнуть. Ну, а в этом случае просто их уничтожить. Вот получается такой хак. Который позволяет решить... То есть, если у вас в сети случайно оказались ребра, торчащие из истока с отрицательной пропускной способностью, то это не проблема. Ну, аналогичным образом, естественно, если у вас есть ребра, ведущие в сток, и они тоже имеют отрицательную пропускную способность, то это тоже не проблема. Но вот аналогичным. К сожалению, да. То есть, если бы это было ребро не связанное со стоком и стоком, то так проблема не решится. Так вот. Ну вот. То есть, можно это интерпретировать... Вот с точки зрения сети решение можно интерпретировать таким образом. А с нашей точки зрения, кстати, тоже на самом точке... То есть, с точки зрения задачи про анализ, это можно интерпретировать еще таким образом. То есть, альтернативная интерпретация такая. Ведь что... Ну, в смысле, что такое вот это минус пять? Мы сказали, что у нас вместо вот этого ребра, по сути, мы просто проводим... Какое ребро? Мы просто проводим вот такое ребро. Оп. Вот так. То есть, в результате... То есть, альтернативная... То есть, это вот можно интерпретировать, что вот мы построили тут вот такие ребра и сделали тот хак. А можно даже в терминах матаналии, задачи про матаналии сказать. Что давайте скажем наоборот, что мы сначала решили взять все полезные лекции и не взять все бесполезные. И после этого мы решили что-то менять. Ну, что можно менять? Во-первых, можно вытянуть полезную лекцию и потерять на этом. А во-вторых, можно взять бесполезную лекцию и тоже на этом потерять. То есть, вот эти ребра, собственно, это для нас и символизм. То есть, вот ладно. То есть, вот так или иначе, да, мы научились делать так, чтобы вот у любого разбиения сумма прописанной способности была в точности по разбиению. Ну, а теперь возникает вопрос. У нас же, помнится, не любое разбиение можно взять. А битвы. Да, ну, иначе, правда, и так надо было просто взять все полезные, выкинуть все бесполезные, и еще думать, а что тут вообще, про какие-то там сети что-то говорить. Ну, а у нас есть вот некоторые пары у и в, такие, что нам запрещено читать лекцию в, не читая лекцию у. То есть, у нас разрез не имеет права проходить между у и в. Ну, не совсем. Как бы ему запретить. То есть, нельзя делать так, чтобы было в лежит вдолье с, а у лежит вдолье т. Как бы им это запретить? Вот, как запретить, чтобы вот ситуацию, вот давайте вспоминать задачу про ярости команды. Ну, у нас там не запрещено. Помните, у нас была ситуация, что иногда запрещается, чтобы там, там, товарищ В был, там, Петя был программистом, а Вася был тестировщиком. Потому что это там Петя будет жутко плакать. Помните? Помните, было дело? А, как говорится, да. Или это была другая лекция с другим составом участников? Ну, она точно была с другим составом участников. Ну, нет, тебя-то не было, я помню. Тебя вон, блин. Но тогда, но тогда там просто. Тогда мы эту проблему решали очень просто. Тогда, ну, тогда говорили, что, ну, там у нас была не бесконечность. То есть там мы просто говорили, что давайте вот не это. Что говорили, вот В и У. Давайте, то есть в таком случае мы проводим ребро пропускной способности, вот насколько он будет плакать. И тогда получалось, что если действительно такой резьбе не произошло, значит этот плач учтен. Если нет, то нет. Но нам нужно прям не уровень плача, а запретить. Ну, смотрите, что такое, что такое нельзя? То есть что такое вот совсем нельзя? Это означает, что на самом деле можно, просто сразу это будет бесконечно. Вот. Поэтому, то есть просто мы добавляем, поэтому в данном случае мы просто рисуем такое ребро плюс бесконечности. То есть если нам нужно запретить какие-то конкретные расположения вершин поддаля, то мы просто их соединяем ребром пропускной способности плюс бесконечности. Вот еще один полезный хак в построении сетей. Вот. А, ну вот, собственно, и все. То есть теперь заметим, что просто, то есть мы будем искать минимальный разрез, но при этом у нас оказалось теперь, что стоимость разрезов, которые нас не устраивает, будет равна плюс бесконечности. Поэтому минимальный будет найден среди, естественно, небесконечности. Так что вот такая вот приятная классика. Такой вот достаточно классический шкур у нас там времени. Как это придумывать? Вот. Не знаю. Тебе это стало быть на лекции рассказывали когда-то? Я не помню, то ли я это неделю придумывал, то ли мне кто-то подсказал. Ну, в общем, это было больно. Кажется, что это вопрос за любую задачу. Не знаю. Не знаю. Нет, есть задача, нельзя. Это вопрос почти любой задачи на графе нестандартной. Или ладно, нет, это вопрос любой задачи по потоке, в принципе. Принципиально любой задачи вопрос. Как это придумывать? Ну, нет. Ну, не знаю, конкретно тут. Ну, я не знаю. Лично мне просто в какой-то момент дошло, что, оказывается, задачи на... В какой-то момент там на контесте, когда мне дошло, что там задачи на потоке можно решать и сведение именно к минразрезу, а не к потоку. Непосредственно. Ну, конкретно, ладно. Стоит, да. Сейчас я ровно поэтому уже на второй лекции подробно рассказываю. Потому что есть вот такой метод. То есть попробуем построить сеть с подобного рода ребра. Как это придумать с нуля, ну не знаю. В принципе, если думаете о том, что разрез это должен быть ответ, наверное, можно. Ну вот да. Я предлагаю это как метод решения задач. То есть применим вот такой шаблон. Сам не очень люблю, конечно, придумывание таких задач, так решать задачи. Потому что некоторые олимпиадники очень продвинутого уровня, так честно и говорят. Я когда вижу задачу, я просто перебираю в голове просто шаблоны, как можно решать задачу. Если ни один не подошел, ну значит я не умею решать эту задачу. Обжиг. Ну вот, все. Ну вот, все. Причем это очень продвинутого уровня. Они просто немного перемирают. Может быть. В смысле? Ну есть. Есть подозрение, что это не сидит? Нет, ну есть такое ощущение. Нет, никто не сидит, явно не перебирает возможные варианты решения задачи. Иногда это не явно. Ну да. По дороге еще что-нибудь перебирают нечаянно. Ну плюс-минус да. В любом случае перебор. Ну есть такое подозрение, да. Но... Да. Нет, ну собственно да. Чем подход, конечно, к приятелю? Ну по крайней мере конструктиве. Ну значит, тогда ты сразу говоришь, что такое подготовка действительно, что надо делать. А самое главное, как оптимально решать задачи на контесте. О да. Ну вот. Ну то есть я не знаю. Нет, то есть на самом деле на контестах, где действительно надо скомбинировать несколько там уже известных ранних идей, тогда он начинает выигрывать. А если подадутся какой-нибудь контест, на котором надо придумывать что-то новое, тогда... Чего вы ее рассказали? Могут быть правде. Вот. Нет, но по-разному. Вот. А здесь кажется, чего-то еще не хватает. Чего-то еще не хватает. Как это? Как-то не парадоксально, но тут хватает уже всего. Ну мы некоторые вещи не записали, а просто рассказали. Какие вещи? Ну тем, что там здесь просто... Сначала сложить все отрицательные, потом что-то вычесть. А, нет. Потом... Нет, это я проговорил. Я же говорю, рассказали, но не написали. Рассказать-то рассказали. Нет. Почему? На самом деле все написано. Ну то есть, да. То есть, имея в виду, что вы решили взять все... Изначально взять все хорошие лекции, выкинуть все плохие, а потом думать, как подгонять. То есть, после этого как бы тут все нарисовано. То есть, если лекция бесполезная, то значит ребро в сток. Если лекция полезная, то ребро из истока. И если кто-то там кого-то блокирует, то плюс бесконечности ребро. Так что в этом смысле все. Итоговый ответ будет в итоге сумма всех полезных штук минус... Разрезы. Ну да. 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 Ну вот. Так что можно так, но на самом деле я вот все-таки не случайно на самом деле вот это попытался интерпретировать именно здесь, потому что сейчас это нам пригодится в сильно более сложной задаче. Да. То есть, я не знаю, как на контесте порешали задачу МОТА, если она, конечно, давалась когда-нибудь на контесте. Ну именно на контесте, а не как сразу учебная задача. Ну вот. То вот следующую задачу, например, в 2010 году на полуфинале никто не решил. Ну, сейчас раскатаем. Ну вот. Ну, сейчас еще. Вот. А мы сейчас, возможно, сейчас даже и именно решим. А не что? А не я просто расскажу решим. Говорит, в прошлом году на полуфинале тоже была задача на парасочетание кодового кнопка. Возможно нет. Возможно, только я и не скажу. Не помню. Не помню. На кодовый замок такой древний надо нажимать кнопку и если ты какой-то код сделал, надо еще одну кнопку, чтобы пересчитать кнопку. Нет, честно, я не готов. Я слышал, но не понял. Ладно. Задача. Да. Так вот. Задачка. Дан неориентированный граф. Блин. Так, к вопросу о нетривиальных задачах в неориентированных графах. Задача такая. Значит, есть граф, есть вершины, есть вершины. Как всегда там N вершины, N ребер там, ну сразу скажу, вершины там 100, ребер 1000. Давайте там планетным будет дальше. Ну это... Гипер. Ну давайте, ладно. Нет, в смысле, что можно в нем потом будет скользить блок. Ой, кайф. Вот. Это правда? Да. Классно. Так. Так. Ну пока же. Ага. Так. Ага. Что-нибудь вот такое. Так вот. Хочется найти в этом графе подграф. Вот. Ну в котором будут какие-нибудь вершины V' и ребра E'. Такие что? Модуль E' поделить на модуль V' как можно больше. В смысле граф планарный? Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. То есть просто граф и можно... Да. Граф абсолютно произвольный, да. Ну типа, подграф такой, что в нем... Да. Плотность ребер определенная вот таким образом, как можно быть. Ага. Вот. Ну, Валент, в активном программировании задача известна под, ну естественно, логичным названием Hard Life. Уилл. Как называлась дэшка на персистентное два-три дерева? Там что-то... Чё ты сказала? Не помню. Там что-то тоже очень такого рода. Ну, в смысле легендах задач в этом нечто. Да, ну как бы ладно. Тут персистентное два-три дерева не помню. Ну, короче, я не помню. По-моему, я слышал где-то эту задачу. Ну, так... Нет, Боев очень известный. Правда, я говорю, это 10-й год, а то и раньше, я не помню. Нет, это не 10-й, в 10-м году таких задач не было в полуфинале, а вот где-то раньше были. Она точно с полуфинала, но вот какого-то вот такого лохматого года. То ли 9-го, то ли 8-го. Мне это напоминает задачу о цикле максимального среднего веса. И о том, что забинаем ответ. А, можно начать с этого, да. И вычтем среднее из каждого чего-то. Ну давайте, представьте, все по порядку. Но я все-таки упомяну перед этим, что в спортивном программировании известно как hard life, а в науке она известна под более цивильным названием. Максимал Денсити Собра. Нет, это я просто беру словосочетание, по которому вы, кстати, там соответствующую коротенькую статью от уже полюбившегося нам Эндрю Вячеслава Голдберга. Кстати, он не Вячеслав, ну ладно. Вот. Допустим. А, да. Не, я просто вот открыл статью, он там почему-то Эндрю Владислав. Первую букву я запомнил, вот дальше. Ха-ха-ха-ха. Вот. Да, он Владислав, ну не важно. Ладно, главное он Андрей. Вот. Ха-ха-ха-ха. Ну вот. Это главное. Вот. И, соответственно, ну вот и там можно найти коротенькую статью, собственно, с описанием, на самом деле, простого решения этой задачи. Ну, ну как простого. Ну, потому что идея та же. Надо это свести к поиску минимального разреза в сети. Там, минимального разреза в сети. Подграб не похож на минимальный разрез, вообще никак. Да, ну у нас в прошлой жизни было какое-то подмножество. Ну смотрите. Казалось бы, никак не похож. Но давайте внимательно подумаем. Вот допустим, что мы хотим провести разрез. Вот давайте я даже просто не так сделаю. Вот давайте вот попробуем действительно это выяснить. А то мало ли. А то, кстати, с тех пор действительно уже начинают встречаться там всякие задачи, в которых это как подзадачи используют. Ну как начинали там. Я помню, я такую задачу еще в четырнадцатом году разбирал или в пятнадцатом. Вот. Ну то есть просто всем известный баял. Как вы знаете. Вот. Так вот. Значит вот допустим, давайте у нас есть как всегда доля С и Т. и вот мы допустим говорим, что вот это вот множество вершин мы типа берем, то есть здесь вот. То есть ну как у нас это часто бывает. Тут берем, а тут не берем. Вот. Ну нужно, чтобы разрез был равен, собственно, долгности. Ну вот давайте думать. Так. Значит во-первых разрез, а во-вторых давайте начнем все конечно с того, что да. Как-то редкий случай, да. Мы тут, напомню, применяем бинпоиск по ответу. Вот. Да. Ну, заметим. Ну, кстати, заметим, что это не должно нас сильно пугать. Потому что, кстати, валидных чисел, которые тут могут быть, их всего сколько? О. О. Ну их на самом деле Е умножить на В. А, ну, кстати. Ну да. Вот. Ну и чисто теперь, ну вот. И поэтому там на самом деле можно, там, после определенного числа итераций, вы уже там можете понять, что там. Причем вот эти вот числа отличаются друг от друга как минимум на один деликтовый квадрат. Это еще даже не точная лишняя оценка. Ну вот. Ну там действительно, там тогда либо уже там вы аккуратненько находите конкретное число, либо там используете дерево шторнопрока, ну в общем. Да. Вот. Понятно. В общем и прочее ваше там, называется, что вы там наукоточе проходили. Ничего этого. Эээээ. Поехали сюда. Ничего себе. А тут нет, вот тюремный дилорто проходили, а дерево шторнопрока нет. Как так? Как так? Интересно. Ну ладно. Ничего. 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 Но это моя, но это отдельная песня. Сейчас мы поговорим о другом. Тут нет, дерево шторнопрока конечно стоит. Абсолютно. Теперь вот внимание. Вот для нас сейчас будет интересно следующее. Причем смотрите. Бенпоиск у нас будет именно вот в каком виде. Нам жутко интересно. Значит, дано число С. Спрашивается. Существует ли подграф, у которого плотность, внимание именно строго больше. Ну, заметим, это, ну, тут такой нот. Ну, тут действительно, если чуть-чуть попреобразовывать, то это будет эквивалентно тому, что С модуль В штрих минус модуль Е штрих меньше нуля. Ну, мы же тут хотим что-то нот. Поэтому теперь наша задача понять, можно ли найти подграф, у которого вот это меньше нуля. И каким-то образом это надо свести к сети. Ну, то есть идея будет такая. То есть нужно построить сеть, найти в ней минимальный разрез, если он окажется меньше нуля. Ну, желательно, чтобы разрез оказывался равен чему-то подобному. Если он окажется меньше нуля, значит, окей. Если он окажется ноль, ну, ноль, наверное, там всегда можно как-нибудь взять, но тем не менее. Ну, вот, если окажется ноль или более, то соответственно. Вот. Правда, конечно, у нас должно случиться, что это такой разрез отрицатель. Ну, нормально. Ну, вот, как мы уже сказали, по модулю того, что если у нас отрицательные ребра будут только торчать из устока или вести в сток, то это нас устроит. Ну, начать можно с того, что из каждой вершинки ребро весом С в сток. Тогда от каждого вершинка мы добавляем это, разрез добавляет С. Ага. Да, действительно. Уже что там. Да, давайте. Действительно, проведем. Действительно, вот у нас... Ура, мы использовали С. Уже успех. Да, и хорошо использовали его. А теперь надо... Теперь у нас важный момент. Теперь нам надо как-то проследить, как учитываются ребра. Так, вот тут С, С, С... Ну, это... С... Ну, я, в общем, все рисовать не буду, но суть, я думаю, понятна. Так. Ну, теперь смотрите. То есть, на самом деле, какие... А теперь вот очень интересно. Какие ребра должны быть учтены? Вот здесь. Внешне, к сожалению. Каким-то образом. Внешне для нашего... Ну, то есть, должны быть... Нет, ну не только. Во-первых, учтены ребра, пересекающие. Газовы? Сейчас. А, учтены. А, учтены. А, учтены. А, учтены. А, учтены. А, вот эти ребра все должны быть учтены. Да. Все, которые именно в доле С. Да. А вот эти все ребра учтены быть не должны. Да. Сейчас придумаем. СМ откуда проводим еще раз? Из каждой решимы в 100. Да. Это буквально будет значить, что если наша вершина оказалась в доле С, то разрез задел еще столько ребер веса С. Да, 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 да. Уву. Значит, соответственно. Значит, как же теперь эти ребра учесть? Ну, конечно же, напрашивается идея... Ну, во-первых, понятно, что, наверное, придется единички рисовать, да? На всех вот этих ребрах, да? И что тогда? Да. Хотя сам да. Хотя действительно, что тогда? Мне кажется, эти ребра вообще в потоке не участвуют как-то. Ну, да. Ну, мы можем как бы вместо того, чтобы вычитать е штрих, прибавлять все остальное. Это то же самое. Да. Тогда у нас прибавились ребра, которые пересекаются разрезом, а еще хотелось бы как-то прибавить ребра, условно, которые справа от разреза лежат. Да. Да, и действительно. Смотрите. То есть, как бы идея такая, да, вместо того, чтобы что-то вычитать, да, то есть хочется, конечно, да, тут минус один. Но здесь вот оказывается такое, что, действительно, как бы, чтобы вычесть все вот эти ребра, действительно, нам нужно на самом деле вычесть, можно сказать, вычесть все ребра и прибавить те ребра, которые не вычитываются. То есть, которые вот все остальные. Вот, понимаете, да? Угу. Угу. То есть, так сказать, это эквивалентно тому, что С, значит, В штрих, минус просто все ребра, плюс Е, так сказать, два штриха, где вот Е два штриха будет, это равно Е без Е штриха. Это должно быть меньше, чем минус Е. А, нет, не должно. Это все еще меньше. Да, все еще ноль, да. Ну теперь можно Ел вынести. Да, да, при очень большом желании можно еще и перенести, но, правда, это уже, ну то есть понятно, что теперь надо вот, то есть теперь надо, как, ну теперь, ну вот, теперь оказывается, ну теперь, на самом деле, насколько этот хрен, называется, стал слащей речки-то вообще. Ну, нам все еще нужно такой же. Да, потому что теперь, да, раньше надо было учитывать вот это, теперь надо учесть все вот это вот и вот это вот. Ну, допустим... Ну, хотя бы разрез. Да, ну хотя бы, если мы тут единичку нарисовали, так, единичку нарисовали, то, хорошо, разрез учли. Разрез учли. Вот, то теперь вытекает такой, внимание, вопрос. А как же нам учесть все, ну вот, как же нам на самом деле теперь учесть все ребра здесь? Вот. То есть, по сути, ну давайте переформулируем для этого так. Нам нужно учесть все ребра, так или иначе, связанные с долей Т. Вот как же их учесть? Что такое связанные? Это означает, что инциденты хотя бы одной из вершин будут, да? Если формально говорить. Ага. А может, обеим нам тоже? Ну, давайте пока. А вот чуть-чуть подумайте чуть-чуть. Это же интересно. Да. На каждом ребре мы зайдем вершину и пройдем из истока в вершину. Так. На ребре? Сейчас идея вас когда-то договорит, подумаем. Сейчас. Я просто хочу понять так вот. Нам же надо учесть... Как-то хочется из исток провести в ребро. Да. Типа, если провести из исток по ребру в каждое ребро... Ну да, а как-то там... Не насчется там всяких проблем в духе, что там... Мы можем, к сожалению, взять эту вершину и унести ее с собой. Поэтому нужно, чтобы там был вес в ночь, чтобы... Каждое действие как бы ребро сразу... Вот так вот не было? А вот как бы это запределось нельзя? Почему бы не сделать эти веса по 0,5? Тоже плохо. Ну потому что там... Если вершина сюда зайдет, сюда не зайдет... Так... Нет, по-сам-дели не бьет. Сейчас, секунду. Да просто в каждую вершину, если провести ребро размер 1, что будет зайдет? Тогда мы... Тогда к количеству ребер пересекающих разрез добавится к количеству вершин... Можно за каждое ребро прибавлять какой-либо концам что-то, но... Секунду, а что если привести в каждую вершину ребро размер ее степени? Ага... Оооо... Да... Вот, допустим, мы вот вершину В будем проводить... Да нет... Да... А вот давай смотреть внимательно. Мы их что-то учтем в полтора раза, но это отлично. Сейчас, погодите. Вот давайте внимательно смотреть. Давайте вот в каждую вершину проведем вот ребро ее степени. А, это хорошо, потому что каждый ребро справа будет учиться два раза, каждый, который пересекает один раз за то, что пересекло, еще один за степень, а каждый, который слева ноль. То есть... Идеально. С точки зрения до конца, то все идеально. Какая-то просто попало, да. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Сеть, в которой хотели учитывать вот это вот все. Видим, да? Хоть хотели. Значит, как мы построим теперь сеть, у которой любого разреза действительно простая способность будет в точности что? С умножить на количество вершин в доле S, плюс количество ребер, которые как-то связаны с долей T. То есть, либо пересекают разрез, либо находятся целиком в доле T. Ну, что же у нас тогда получается? На самом деле сейчас нужно будет. Значит, ну давайте так. Идея оказалась следующей. Значит, как мы строим сеть? Значит, встроим на самом деле мы сеть. Значит, вот как. Что мы, значит, чтобы учесть вот каждую вершину со стоимостью C, проводим вот такое ребро. Видите, да? Видите? Тогда, если вершина взята в S, то добавлено ребро C в разрез. Да. Круто. Вот. А если нет, недавно. Теперь, как учесть ребра? Значит, ну, во-первых, как учесть ребра? Значит, все эти ребра мы сделаем простой способностью, ну, пока один. Тогда в разрезе у нас учтутся, ну, естественно, не ориентированы мы их в обе стороны. Тогда получится, что мы, тогда вот эти вот ребра, которые пересекают разрез, учтены по одному разу. Чтобы учесть все остальные ребра, заметим, что у каждой вершины, на самом деле, просто есть вот вот каждой вершиной V, связанное вот количество ребер, и мы сразу говорим, что если вершина V теперь находится в доле T, то тогда связанные с ней вот деготвы ребер по-любому будут, соответственно, нам интересны. Чтобы это учесть, мы проводим вот такое ребро деготвы. Но теперь оказывается, что нужные нам ребра, правда, вот маленькая оговорка, учтены, но учтены, ну, точнее, вот эти ребра теперь учтены ноль раз, вот ребра, которые находятся в этой доле. А ребра, которые, ну, теперь оказывается, что ребра, которые пересекают разрез, они учтены теперь не один раз, а два. Почему? Потому что они учтены вот как вот это ребро в разрезе, так и вот одна из единичек из деготвы учтена здесь. Но с другой стороны замехим, что если ребро лежит целиком вдоль T, то оно тоже учтено два раза, как единичка с одного конца и как единичка с другого. Вот. Поэтому все, что нам остается, это как-то вот этот конкретный вклад от деготвы как-то уменьшить в два раза. Ну, либо цевричь, либо сет, веса. Как бы самое тупое, что как бы если мы хотим, чтобы ребра суммарно учитывались один раз, ну, как сейчас кажется, идейно проще, действительно, просто везде 0,5 не писали. Тут 0,5, 0,5, ну и так далее. Тут 0,5. И самое главное, деготв тоже пополам будет. Да, никаких единичек. Все, 0,5, 0,5, 0,5. Вот. Ну и тогда это максимально точно. То есть, конечно же, там, ну, у автора, конечно, в статье, как говорится, то есть автор там предлагает, называется, тут, конечно, скорее, тут двойку ставить. Ну, если совсем честно, автор, конечно, не совсем в этой терминологии мыслил. Ну, точнее, мыслил он, может, и в этой терминологии, но тут как бы стоит понимать, что у него была задача, вот, дать задачу, рассказать решение. И решение там по принципу, давайте построим сеть, и там вот, и там пишет заклинание. Вот. Что тут Дек, но правда, вот, правда у нас, кстати, с вами немножко по-другому даже получилось, потому что у него там, ну, что-то, там, что-то, ну, вот, у него там. У него там что-то было, M минус, что-то там, там, плюс еще, что-то там, и так далее. Я не знаю, что вы минус, что-то там, а то и получится. Нет, ну, нет, внутри сети. Так. Так, сколько у нас там времени? Может, два сделать? А, три минуты. А, вот давайте я вам просто покажу. Максимал, так, дэнсити, церковь, о, вот, где, церковь, ну, вот. То есть, в принципе, сразу. Ну, я не верю, церковь. То есть, в общем-то, это да. Видимо, статья, в общем, старая, на самом деле, достаточно. О, уже видно, да? Да. Так, увеличить там ее надо? Давай, давай. Ну, давай, сейчас. Живем, дышим. Пока-то живете, дышите, ну, вот, да. Эндрин, Вячеслав, вот это все. Ну, вот, бла-бла-бла, бла-бла-бла, там, красиво, бла-бла-бла. Значит, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, вот. Ян кайф. Наконец-то нормальное описание. Наконец-то. О, вот, видите, у него сеть вообще какая-то немножко другая получилась. Давайте расшифруем. Новые вершины, это вершины старые плюс сток и исток. Да. И N. Это старые, добра. Согребра связаны с истоком, и Согребра связаны с истоком. Ж. А, вот тот самый пин-польский. Вот, давайте. А, M. Значит, given a guest J. Нам вот очень хочется. Так, значит, вот, смотрите, вот, описание. Значит, у нас запрос же, значит, мы строим сеть и пытаемся понять. Вот, то есть запрос же, вот. То есть можно ли построить плотность, там, типа, J или больше. Ну, и в данном случае вот он предлагает. Ну, то есть J тут с плюсом, но, правда, видите, то есть это истинно почему-то вот. То есть так. Ну, то есть, ну, видимо, он может по-другому мыслить, потому что, ну, например, он мог сказать, что давайте скажем, что у нас в доле T, например, то, что мы берем, а в доле S не берем. Хотя странно. Вот, видите, то есть вот, ну, там сразу уже, может быть, съедает этот вот лайфхак с прибавлением отрицательных стоимостей, вот просто прибавляя, вот, вот, C, C, вот видите, прибавляет по M сразу. Вот. Ну, то есть у меня тут, по-видимому, мы с вами просто придумали любое решение. А M это что? Количество ребер. Да, тупо количество. Ну, и, соответственно, да, вот, ну, 2G, вот мы уже догадались, с какой примерной целью. Ну, просто, видите, то есть построено так вот, устроим вот такую сеть, и дальше... Спасибо. Ну, нет, это не страшное, это просто вылезло. Вот, 2G, 2G, в общем, короче, просто теорема, да, что... В общем, теорема, короче. Точнее, теорема, это то, что надо. Вот, теорема, доказательство. Вот, как это придумать, ну, как это придумать, в научных статьях часто такой вопрос опускается. А дальше еще 9, 7, 6, 7. Нет, 7, 7, 7, 8. Нет, 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 ну, дальше вот... А, дельта, да, да, справедливо. Да, дальше, как раз говорилось о том, что пинт-поиск, в общем-то, до бесконечности делать не надо, То есть, на самом деле, конечно, если вы делаете бинт-поиск на рациональных числах, то существует дерево Штайна-Брок, которое позволяет вам делать это, если не за логарифм, то за логарифмом в квадрате уж точно. На самом деле. Но в данном случае можно и... Залумение, что это нормально. Ну, на самом деле, да. Где Штайна-Брок? Нет, в смысле здесь. Ну, здесь... А зачем вообще дерево? Почему бы не добиться точности 1 делить на n на n-1? Это все равно типа логарифм v плюс логарифм е на какую-то констанцию. Да, чтобы... Потом просто найти ближайшее рациональное число со знаменателем не больше v. Да, да. Которое ищется с помощью дерева Штайна-Брок. Ну, можно и без него. Там есть... Там, честно, много вариантов, как сказать. Ну, так-то да. Ну, в общем, это и не важно. Да, на самом деле нет. Можно хоть это в эту дробь. Да, да. Ну, можно... Ну, по-разному можно. В конце концов можно заметить, что да, w тут... В общем, точность тут сильного значения не имеет, на самом деле. Поэтому он не суть ворошен. Ну, вот. Ну и суть. Вот. То есть это уже все-таки мелочи жизни. Ну, вот, в принципе, научная статья. А, вот, m, соответственно. Да, вот, a, a. А, кстати, мы же умеем получать ответ. В смысле, можно даже не искать ближайшее число. Можно просто получить разрез на какой-то операции. Да, 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 да. Ну, типа, посчитать количество ребра, количество шин. Ну, типа того, да. На самом деле, да. На самом деле, да. Так, ну что? Ладно, еще вопросы есть? Что дальше дырку? Ну, смысл. Ладно. Ну, думаю, что... Так, ну, думаю... Нет, ну, я планировал так. То есть можно пойти покушать, а тогда после перерыва мы займемся, собственно, технологией. Продолжение следует...